Преподаватель Жан-Сугуру в колледже, Искакова, Айдана Нурлановна, тема сегодняшнего нашего урока «Логарифмы и их свойства». Цель урока – ты узнаешь понятие логарифма, свойства логарифмов, ты знаешь, что такое степенная функция и ее свойства. Применяя знание степенной функции, давайте мы с вами перейдем к понятию логарифмов. Возведение в степень имеет два обратных действия. Если А в степени х равняется В, то у отыскания А есть одно обратное действие – излечение корня. Нахождение же В другое – логарифмирование. Для чего же были придуманы логарифмы? Конечно же, для ускорения и упрощения вычисления. Итак, ребята, давайте мы с вами запишем понятие определения логарифма. Логарифмом числа В по основанию А называется показатель степени, в которую нужно возвести основание А, чтобы получить В. При этом А должно быть положительное число и больше нуля. При этом А не должно равняться единице. Давайте из первого слайда вспомним, что А в степени х равняется В, где мы оговаривали, что В – это у нас логарифмирование. То есть в математике следует записать понятие логарифма следующим образом. Логарифм числа В по основанию А равняется х. То есть вот эта запись лог читается как логарифм. Буковка А считается основанием логарифма. В – число, а х – это степень, то есть основание необходимо возвести в степень и получить число В. Итак, например, давайте разберем пример. Логарифм числа 25 по основанию 5 равняется 2. То есть это говорится о том, что 5 в степени 2 равняется 25. Следующее. Логарифм числа 1,16 по основанию 4 равняется минус 2. То есть 4 в степени минус 2 равняется 1,16. Следующий пример. Логарифм числа 27 по основанию 1,3 равняется минус 3. То есть 1,3 у основания необходимо нам возвести в степень минус 3, при этом мы получаем число 27. Логарифм числа 9 по основанию 81 чему же равняется? Он у нас равняется 1,2. То есть 81 должна быть в степени 1,2, чтобы равнялась 9. Итак, следующее нам необходимо вычислить. Следующий логарифм. Логарифм числа 16 по основанию 2 чему же равняется? Давайте мы с вами разберем первый пример. Т.е. 2 в какой степени нам дает число 16? Получается, 2 в степени 4 равняется 16. Получается, логарифм числа 16 по основанию 2 равняется 4. И вам необходимо вычислить следующий логарифм. Правильность ваших решений и примеров можно посмотреть здесь. Итак, ребята, следующее понятие – это у нас определение логарифма. Можно записать так. А логарифм числа b по основанию а равняется b. Это равенство справедливо при b больше 0, и а должно быть больше 0, при этом а не равняется 1. Или же его обычно называют основным логарифмическим тогиством. Например, 2 логарифм числа 6 по основанию 2 равняется 6. И следующее вам необходимо вычислить следующий логарифм. Итак, давайте разберем первый пример. 3 логарифм числа 18 по основанию 3. Чему же оно равняется? Оно из основного логарифмического турона тоже равняется 18. Давайте мы с вами запишем ответ 18. Правильность вычисления данного задания можно проверить здесь. Итак, ребята, мы с вами познакомились с понятием неопределения логарифма. Теперь уже давайте мы перейдем к свойствам логарифма. Первое свойство. Логарифм числа 1 по основанию а равняется 0. То есть о чем же говорит данное свойство? А, любое число в степени 0 у нас равняется 1. И свойство степени, да? Следующее. Логарифм числа а по основанию а равняется 1. То есть как оно записывается? Берется некое число а в степени 1, и оно у нас равняется числу а. Следующее свойство. Это у нас логарифм числа 1, деленное на а по основанию а равняется минус 1. Относительно свойства степени применяются здесь эти свойства. Следующее. Логарифм по основанию а числа а в степени m равняется n. Логарифм числа а по основанию а в степени m – это и есть 1, деленная на m. Относительно свойства степени. Давайте записываем следующие логарифмические свойства. Логарифм произведения. Логарифм чисел а и b по основанию c равняется логарифм числа а по основанию 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 а по умноженное на логарифм числа А по основанию С. Итак, переход к новому основанию. Логарифм числа А по основанию В. Мы здесь вводим новое основание – основание С. Логарифм числа А по основанию С, деленное на логарифм числа В по основанию С. Итак, ребята, свойства логарифмов, которые мы с вами только что изучили. Давайте применим на примерах. В первом примере у нас логарифм произведения. То есть логарифм числа 18 по основанию 6 плюс логарифм числа 2 по основанию 6. Как мы видим, основания здесь одинаковые – 6 и 6. То есть нам необходимо выполнить произведения А и В. 18 умножить на 2 – 36. Получается, логарифм числа 36 по основанию 6 равняется 2. В следующем примере здесь у нас логарифм частного. Как мы видим, логарифм числа 48 по основанию 12 минус логарифм числа 4 по основанию 12 равняется. То есть 48 мы должны поделить на 4. Получается, логарифм числа 12 по основанию 12 равняется 1. Разбирая эти примеры, наглядным образом вам необходимо самостоятельно выполнить следующее решение. Правильность ответа вы можете посмотреть здесь. Правильность решения и ответа в том числе. Итак, домашнее задание. К уроку на тему логарифма и свойства логарифма. Спасибо, ребята, за внимание. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...